Я нахожусь в очень большом выставочном зале компании TCL на IFA 2022, и компания разделила павильон на различные секции. Но больше всего меня интересует секция TCL MiniLED. Компания использовала свою пресс-конференцию на IFA 2022, чтобы анонсировать самый большой в мире MiniLED телевизор в виде 98-дюймового C935, который будет иметь более 2300 зон локального затемнения и пиковую яркость 2000 нит. Но если вам жалко денег на флагманский C935, то компания также выпускает 98-дюймовый MiniLED телевизор в модели уровнем ниже, и это 98-дюймовый C735, который будет иметь пиковую яркость 700 нит и 192 зоны локального затемнения. Другие интересные дисплейные технологии, которые я видел в выставочном зале TCL, это 34-дюймовый 165-герцовый MiniLED монитор, в секции, посвященной дисплейным технологиям, которые разрабатывает CSOT. Здесь же находится еще одна секция, демонстрирующая дисплейные, звуковые и программные технологии, созданные компанией. TCL также представили 136-дюймовый 4К CinemaWall, а сбоку от него ряд MiniLED телевизоров с частотой обновления 144 Гц. Эй, ты Винсент? Да, это я. А, прикольно, я подписан на тебя на Ютубе. Прекрасно. Слушайте, я тут кое-что снимаю. Так. Ничего, если задам вам один вопрос под запись? Конечно, без проблем. Видели ли вы что-нибудь, что вам действительно понравилось в выставочном зале TCL? Должен сказать, что мне очень нравится MiniLED телевизор, с очень хорошим контрастом. Ну хорошо, спасибо, до свидания, до свидания. На IFO 2022 я также увидел самый большой в мире OLED телевизор, а именно 97-дюймовый G2 OLED EV Gallery Edition от LG Electronics. Некоторые из вас помнят, что южнокорейский бренд представил 97-дюймовый G2 в начале этого года. Но поскольку компания решила физически не присутствовать на выставке CES 2022, я впервые увидел этот массивный OLED телевизор своими собственными глазами. Здесь были продемонстрированы все достоинства технологии OLED дисплеев, а именно настоящий черный, живые цвета и широкий угол обзора, только в более крупном формате, чем раньше. Благодаря усилиям поставщика OLED панелей LG Display по расширению выбора размеров экранов, доступных потребителям, будем надеяться, что в следующем году появятся еще более компактные OLED панели для использования в мониторах. А поскольку OLED не требует подсветки, ободок вокруг экрана, даже такого большого, как у 97-дюймового G2, не говоря уже о рамке, можно сделать пропорционально тонким. Ну и как и на других моделях LG G2, при осмотре сбоку, толщина остается одинаковая сверху донизу, что делает его идеальным для монтажа на стену. 97-дюймовый LG G2 оснащен хайендовым Alpha 9 Gen 5 4K процессором, который обеспечивает улучшенное масштабирование и более плавные градации по сравнению с предыдущими итерациями. Это результаты нашего тестирования LG C2 и G2. Естественно, такой гигантский OLED не будет стоить дешево. Цена Великобритании, похоже, установлена на уровне 25 тысяч фунтов, что, кажется, не так уж и плохо, учитывая, что фунт обесценился за последние недели по отношению к другим основным валютам. Но опять же, учитывая растущие цены на электричество, можете ли вы вообще позволить себе включить телевизор и смотреть Дом Дракона в HDR? Так или иначе, потенциальные покупатели 97-дюймового LG G2 будут рады узнать, что телевизор поставляется с пятилетней гарантией, которая включает панель. Хотя неясно, будет ли покрываться выгорание OLED. А для тех, кто все еще беспокоится по поводу угорания OLED, каким бы незначительным ни был риск, пока вы не смотрите CNN 12 часов в день, Samsung Electronics также представили на выставке IFO 2022 98-дюймовый неокюлей-телевизор, а именно QN100B, в котором используется технология подсветки MiniLED. Несмотря на то, что компания стремится к 8К, разрешение QN100B составляет всего 4К. Но это хорошая новость, поскольку уменьшенная плотность пикселей позволяет пропускать больше света. Телевизор был отмечен компанией Samsung как Quantum HDR 5000, способен достигать пиковой яркости до 5000 нит. Хотя, исходя из предыдущего опыта обзора QLED телевизоров Samsung, фактическая пиковая яркость обычно ниже после калибровки по точке белого D65 в наиболее точном пресесе изображения. Несмотря на то, что выставочный образец выглядел чрезвычайно ярким, мы очень надеемся, что после калибровки он будет достигать 2500 нит в 10% окне. Среди других особенностей потрясающий цельнометаллический дизайн с впечатляющей тонким корпусом, а также 644-канальная акустическая система мощностью 120 Вт, которая также будет прекрасно работать с аундбарами Samsung благодаря фирменной технологии Q-Symphony. 98-дюймовый телевизор Samsung QN100B совсем не дешевый. Его цена в Корее составляет 45 миллионов вон, и в пересчете это более 30 тысяч долларов США, что даже дороже, чем 98-дюймовый G2. Так что, если вы такой же скупердяй, как и я, и хотите купить супербольшой телевизор, но при этом быть в состоянии позволить себе электричество для его включения, 98-дюймовый TCL C735, который должен стоить около 7 тысяч евро, выглядит гораздо более привлекательным. Отойдя от размера, моей любимой темы, есть еще одна мини-тенденция, замеченная на IFA 2022, и это неизбежное повышение частоты обновления для игр. Samsung наконец-то официально представили свой OLED-монитор G8 Odyssey, в котором используется та же 34-дюймовая QD-LED-панель, что и в QD-LED-мониторе LMV, представленном несколько месяцев назад. Оснащенный ультрашироким Quad HD разрешением 3440 на 1440, соотношением сторон 21 на 9 и кривизне 1800R, QD-LED-монитор Samsung обладает почти мгновенным временем моклика пикселей и поддерживает частоту обновления до 175 Гц. По сравнению с QD-LED-монитором LMV, я предпочитаю центральную металлическую поставку версии Samsung. Хотя решение южнокорейского производителя использовать micro HDMI 2.1 и mini, дисплей порта 1.4 вместо полноразмерных входов является более спорным. На другом конце, Месси Берлин, где проходит выставка IFA, компания LG представила 45-дюймовый 21.9 игровой монитор UltraGear с частотой обновления 240 Гц, номер модели 45GR95QE, хрен выговоришь. Похоже, что в нем используется та же OLED-панель, что и в Corsair Xenion Flex, который был представлен на Gamescom неделе ранее. Но в отличие от версии Corsair, которую можно сгибать руками, OLED-монитор LG имеет фиксированную кривизну 800R. 45-дюймовый экран и разрешение 3440 на 1440 означает, что там низкий PPI. Но больше всего меня беспокоило матовое антибликовое покрытие, которое значительно снижало контрастность при ярком освещении в выставочном зале IFA компании LG. Это только мое субъективное мнение. Хоть некоторые предпочитают матовые экраны, а некоторые предпочитают глянцевые, я определенно в лагере глянцевых экранов. К сожалению, на выставке IFA у меня не было возможности сесть и испытать высокую четкость движения, обеспечивая мою 240-герцовой OLED-панелью этого монитора. Но я уже тестировал другой 240-герцовый OLED-экран, кстати, первый в мире, и опубликовал свои выводы в обзорном видео здесь.